МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без воды виноваты. Почти двое суток жители столичного микрорайона Садовый живут без горячей воды. Как оказалось, это не плановое отключение. В чем причина, выясняли мои коллеги. Добрый день. У всех нет горячей воды? В тех участке сказали, что по всему микрорайону. Садовый отключили горячую воду до 1 июня пока. У нас по плану должны были отключать с 29 мая на 2 недели. Разве они и не должны заранее предупреждать? Или я что-то не понимаю в этом? Сообщения об отключении горячей воды одними из первых появились в соцсетях вчера утром. Управляющая компания сообщила о том, что начался ремонт в котельных, и воды не будет до начала июня. Жители недоумевали. По плановому графику он должен был начаться не раньше конца мая. Чуть позже в соцсетях появилась такая информация. И она оказалась верной. Котельные, которые обслуживает СУОР, отключили из-за долгов перед Газпром Межрегионгаз Чебоксары. К делу подключилась прокуратура Ленинского района. Сегодня они внесли представление в адрес Газпрома Межрегионгаза о том, что необходимо возобновить поставку газа. Но наши коллеги-газовики могут с этой позиции не согласиться, пойти в суды, оспаривать это представление и так далее. То есть этот процесс может затянуться. Со стороны СУОРа на сегодняшний день мы, скажем, содействия большого не видим, потому что не можем с ними связаться. Вместе с этим начались проверки управляющих компаний, обслуживающих дома в Садовом. По их заявлениям, задолженность перед поставщиком воды и тепла у них небольшая. Выплаты производились почти вовремя. В связи с жилищной инспекцией в отношении этих двух организаций инициированы проверки по взаиморасчетам за поставленные коммунальные ресурсы. Соответственно, проверки пройдут, мы точно сможем установить правду, нам говорит управляющий организаций Ленин. Сказать, когда в домах жителей микрорайона Садовый появится горячая вода, пока нельзя. Мы будем следить за развитием событий. По документам дорога, а в реальности только половина дороги. Так, четыре года жило население деревни Шигалиур Марского района. Дело в том, что подрядчик просто не положил верхний слой полотна. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Деревенское бездорожье, подумайте вы. Однако по документам здесь лежит добротная дорога из пескогравийной смеси в основании и известнякового щебня в качестве второго слоя. Каламбур, но распаханное поле вместо дорожного полотна здесь устроило крестьянско-фермерское хозяйство. Именно КФХ Иванова выиграла в 2013 году аукцион на работы, пообещав сделать дешевле на полторы тысячи рублей, чем конкурент. Пообещали и сделали. Правда, предусмотренного контрактом материала на верхний слой не нашлось. Его заменили на то, что имелось. Так, по документам, в деревне Шагали появилась дорога. А вот так жили на себе, таскали, буксовали на машинах. Кое-как вытаскивали. Кто на УАЗике, тот нормально вывозились. А на легковые машины, ну, кое-как. В 2013 году к ветерану вызвали скорую машину. А скорая машина не могла заехать туда. И его как-то вытащили, еле-еле на носилках. Вытащили это на дорогу. Большая глинистая колея была там. Руководство сельского поселения решило, лучше так, чем вообще без дороги. У подрядчика не было в то время материала, который проходил по контракту. И приближалась осень, чтобы до дождей, до снега, мы помиляли материал, вид материала и объем работы делали. Если бы в 2013 году эту дорогу не сделали, все деньги ушли бы в республику обратно. А на эти деньги, на следующий год нам не дают. После жалоб населения делом занялся Общероссийский народный фронт. И спустя 4 года на дороге таки появился долгожданный верхний слой из известнякового щебня. Только вот за эти годы без него износился слой нижний. Я думаю, за 4 года песко-гравийная смесь, учитывая то, что автотрансфорд проезжает ежедневно здесь, он уже как бы утрамбовался и его не стало заметно. Он смешался с грунтом основным. То есть смешался с грязью, просто говоря. И качество, я думаю, что оно потеряло свой слой. Придется ли жителям ходить до скорой пешком? И в этом году покажет осень. Но представители Общероссийского народного фронта все равно сюда вернутся. Дело в том, что на глазах рассыпается дамба, которую за 47 миллионов рублей построили только в прошлом году. Но это уже совсем другая история. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах стартовал Международный кинофестиваль. В его программе заявлены как ленты известных мастеров кино, так и картины, снятые региональными студиями. За главные призы в обоих конкурсах поборются 24 фильма. С их создателями и членами жюри познакомился Дмитрий Ковалев. Участников фестиваля и членов жюри буквально искупали в овациях. В Чебоксарах кино любят. Это отметил и известный режиссер Александр Прошкин. Его картина «Холодное лето» 1953-го в этом году открывала кинофорум. Когда ты вот чувствуешь, что вот тебя уже зал ведет, ты уже забываешь о своем ощущении, ты уже зависим от эмоций зала. От традиций организаторы не отступают. Старт фестивалю его программный директор дал при помощи кинематографической хлопушки. Конкурсные показы уже начались. В программе игровых картин в этом году заявлено 9 работ. География участников 11-го по счету фестиваля бьет рекорды прошлых лет. В этом году за призычи Боксарского кинофорума будут бороться картины из Монголии, Южной Кореи и даже Австралии. Большинство фильмов представят их создатели, режиссеры, сценаристы, актеры. Среди них и обладатели статуэта коня. Актер Михаил Сиворин на фестивале представляет картину «Скоро все кончится». До приезда в Чебоксары он успел познакомиться и с работами других участников кинофорума. Говорит, что организаторы подобрали сильную программу. О взаимоотношениях, о дружбе. Вот об этом, как бы, я надеюсь, все фильмы. Ну, я какие-то уже видел, там, турецкое седло, голова, два уха. Ну, и в ближайшие пять дней буду смотреть то, что не видел. Возможность посмотреть те картины, которых, к сожалению, нет в таком масштабном прокате, это счастье. Поэтому я буду эту неделю впитывать как губка. И, думаю, буду одна из тех, кто будет очень добрым членом жюри. Чебоксарский кинофестиваль открывает путь на экран картинам, которые в широком прокате не покажут. Количество участников конкурса этнического и регионального кино увеличивается из года в год. В этот раз в программе фильмы из Якутии, Бурятии, Башкортостана и Чувашии. Сейчас все как-то вдруг стали говорить о том, на всех фестивалях вообще, как интересно вот кино регионов российских, как это удивительно, как это необычно. Это здесь началось. Вот это, то, что сейчас так модно и популярно везде, это началось здесь. Отдельная страница кинофестиваля – показы документального кино. Картина «В поисках истины» – дебютная работа Екатерины Ершовой. Она выступила режиссером, продюсером и художником. Этот фильм я ранее нигде не представляла. Второе – это, конечно же, посмотреть то, что сейчас снимают молодые режиссеры, то, что сейчас в тренде. И, конечно же, пообщаться. И как жюри стараться, да, познакомиться с участниками молодых режиссеров и актеров. Кинопоказы и творческие встречи пройдут не только в столице региона. На большом экране фестивальные фильмы смогут увидеть жители Шумерли, Канаша, Мариинского посада и АллатРа. Михаил Игнатьев отметил, что и сам уделит время, чтобы посмотреть конкурсные картины. Одному из участников вручат специальный приз от главы республики. Наши ожидания ежегодно превосходят. Мы рассчитываем на одно количество зрителей, а по факту получается у нас намного больше. Кому достанутся статуэтки, а не, станет известно уже 25 мая. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Всенародно любимое. Режиссер Дмитрий Перкулов поделился профессиональными секретами со студентами Института культуры и искусств. Как снять хорошее кино при скромном бюджете, внимательно слушала и Юлия Вашенина. Ни для кого не секрет, что малобюджетные фильмы, к сожалению, редко производят фурор. Мы привыкли к невероятным спецэффектам и звездным героям. Иными словами, к дорогому кино. Тем не менее, есть режиссеры, которые развеивают этот миф. Дмитрий Перкулов один из них. В прошлом году он представил на нашем кинофестивале свою картину «Райские кущи». В этом же году Дмитрий член жюри 11-го Чебоксарского международного кинофестиваля. У вас очень хороший фестиваль. Поверьте, я был на многих фестивалях, не только в России. У вас очень хороший фестиваль. Несмотря на то, что вы считаете, что он бедненький и так далее, это не главное. Здорово, что вы пускаете людей бесплатно в залы. И то, что полные залы народа, вот это самое важное. Серьезный фильм в России требует 2-3 миллиона долларов. Что же касается малобюджетного кино, то тут достаточно 2 миллионов рублей. Хотя сам режиссер признается, деньги здесь не главное. Для начала нужна идея. И откуда берется идея? Берется идея из повседневной жизни. То есть это вы можете открыть какую-нибудь статью, прочесть. Вы можете, я не знаю, послушать разговор на автобусной остановке. И он вас, так сказать, воспламенит для написания сценария. На встрече детально разобрали и смету будущего фильма режиссера. Аренда операторской техники, музыкальное оформление ленты, экспедиционные затраты. Стоимость каждого пункта скрупулезно рассчитывается. Если вы снимаете фильм как можно дешевле, вы стараетесь сделать так, чтобы входить в готовые объекты и не тратиться на декорирование. Для современных картин это проще. Полтора часа встречи пролетели незаметно. За это время Дмитрий успел рассказать много интересных историй со съемок своих фильмов. Дал советы начинающим режиссерам. Например, Григорий Петров планирует связать свою жизнь с кино. И признается, эта встреча вдохновила его еще сильнее. Я был удивлен, смейте все это, я не предполагал, что допустим много уходит средств, чтобы оформить звук, то есть фильма, понять. Я понял, в общем-то, что это достаточно трудоемкий процесс, что денег нужно и правда много, и это очень сложно. Конечно, на встрече обсудили далеко не все нюансы создания малобюджетных лент, но главную мысль запомнили все. Чтобы снимать хорошее кино, нужно учиться на хорошем кино. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Второй день кинофестиваля оказался очень насыщенным. Члены жюри успели оценить три ленты. Актеры и режиссеры провели мастер-классы и творческие встречи. Сегодня же гости Чувашии прогулялись по Чебоксарам. Увидели город с высоты птичьего полета. Весь город как на ладони. Участники Чебоксарского международного кинофестиваля поднялись сегодня на одно из самых высоких зданий столицы – Дом правительства. Здесь гости нашей республики поделились своими впечатлениями о фестивале, о городе и его жителях. В Чувашии я уже второй раз, на самом деле. И мне здесь очень нравится. На самом деле я сама родом из Кировской области, 12 лет уже живу в Москве. И с одной стороны, города побожьи чем-то похожи. Немножечко ощущение родины есть, вот я честно вам скажу. То есть дома, люди, как они приветствуют, когда ты идешь по улице. Но тем не менее у вас есть свой колорит. Я приглашаю всех на свой фильм, посмотрите его. Он документальный, но он очень необычный в чем. В основе сюжета лежит история творческой личности оператора, фотографа, преподавателя. Но личность очень неординарная, потому что у него фильмы очень странные. Можно увидеть там и кадры, ощущение, как будто это и Тарковский, и современные какие-то веяния в фильме присутствуют. Я представляю картину «Скоро все кончится» режиссер Алексей Рыбин в Санкт-Петербург. Я там сыграл главную роль, и Леша доверил мне впервые быть представителем картины на фестивале. Это очень ответственный момент. Спасибо ему за такое доверие. И я абсолютно уверен, что фильм примут, так как он уже здесь. Потому что я знаю, что у вас был жесткий отбор, большое количество желающих попасть. От города просто какие-то неимоверные впечатления от красоты, от широты. Я желаю этому фестивалю долгой жизни радовать своих жителей замечательными фильмами. Вот я с удовольствием присутствую в этом замечательном городе, солнечном. Второй день мы пока только приятные ощущения и радость на душе. Впереди еще три фестивальных дня. По-прежнему вход на сеансы бесплатный. Галина Титарчук, Игорь Зверев, «Республика». Ура, 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 по веселее, какие все серьезные. К другим новостям. Яркие, красочные учебники, жесты, мимика, движения и разговоры только на чувашском языке. Вот уже два года ряд школ республики участвуют в интересном эксперименте. Дети изучают чувашский язык беспереводным методом. «Калаха» – так называется учебник, разработанный коллективом учителей чувашского языка во главе с руководителем общественной организации «Хавал» Александром Блиновым. Школьники изучают чувашский по принципу иностранного языка. Переступая порог кабинета, они попадают в среду, где весь урок говорят только на чувашском. «Принципиально для меня, чтобы детям было это интересно, а учитель должен создавать такую коммуникативную ситуацию, при которой ребенок мог бы раскрываться больше игр, больше таких двигательных упражнений. Это, конечно, создает определенный хаос, но оно способствует какой-то энергетике, которая появляется в классе. Детям интересно, они хотят на чувашский». С каждым годом на беспереводной метод переходит все больше школ. Сейчас их в республике уже 33. У учителей свои методички, у учеников красочные и интересные учебники. В дополнение ко всему аудиодиски и сайт, на котором можно найти перевод слов, послушать чувашские песни и стихи. Если раньше мы изучали чувашский язык на основе грамматики, то есть грамматическая методика ставили мы выше всего, то здесь мы ставим во главу угла речь ученика. И поэтому они рады общаться, разговаривать. Свободное общение со временем входит в образ жизни ребенка. Научить за два часа в неделю говорить на чувашском очень трудно. Но главная цель – привить ребенку уважение и интерес, которые приведут его к знанию языка. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. В Янтиковском районе семья Димитриевых занимается выращиванием рассады. Какие цветы растут на их грядках, узнавала наша съемочная группа. Юрий Димитриев помогает покупателям определиться с выбором. Сделать его непросто. А петунии, сальвии, хризантемы, бархат, салисумы. В теплице растут десятки видов цветов. Первый раз мы в этом году приехали. Конечно, здесь очень понравилось. Цветы такие все красивые. Хотели для учреждения, купили сегодня цветы. Хотели в медучреждении посадить цветы. Димитриевы во главе с Юрием занимаются цветочным делом уже много лет. Сначала выращивали для себя и соседей, потом клиентов стало больше. Три года назад на месте заброшенной фермы построили теплицу. Здесь трудится вся семья. Анастасия Димитриева – невестка Юрия. В цветах разбирается отлично. Знает их виды и особенности. Петунь, мне кажется, она неприхотливая и как бы на солнце не сгорает. Если вовремя все ухаживать и поливать. И они цветут все лето, получается, до первых заморозок. Вот это цветок алисиум. Это кашпо, получается, ампельные. Они очень сильно разрастаются. И, кстати, они заморозок вообще не боятся. Они еще пахнут медом. Мне кажется, их желательно посадить около бани. Когда выходишь, прям медом пахнет. Аромат в этой теплице действительно непередаваемый. И царят они здесь круглый год. Цветоводы отмечают. Секрет разведения прост. Растения нужно поливать, ухаживать за ними и искренне верить, что эта красота, если не спасет мир, то наверняка сделает его лучше. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. В Мариинском посаде состоялся очередной фестиваль городских инициатив. О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Мариинский посад уже не в первый раз становится местом притяжения добровольцев, туристов и активистов со всей республики. Первый фестиваль городских инициатив прошел в 2017 году и собрал на своей площадке большое количество творческих и неравнодушных людей. В этом году главными гостями и участниками праздника стали школьники. Дело в том, что они здесь посадили клумбы, покрасили заборы, съездили в социальные центры. Они придумали бренд Бринского посада. И мне кажется, им захочется досмотреть, что с этим будет. Для многих гимназистов это было первое посещение города. Но есть и те, кто приезжает сюда не в первый раз. Их привлекает атмосфера этого места. Я увидела все эти дома, то, что они относительно не новые. И это настолько ты пропитываешься всей этой культурой, ты ощущаешь себя на другое время, как будто ты путешествуешь, попав в какой-то фильм. Одной из главных изюминок праздника стала презентация фильма «Каникулы в Чувашии», съемки которого проходили прошлым летом при поддержке рыбаков фонда и с учениками пятой гимназии в качестве героев фильма. Вместе с народным артистом России Александром Калибином участники поисковой экспедиции, школьники из пятой гимназии города Чебоксары решили посвятить свои каникулы знакомству с историей Чувашии. Гости фестиваля смогли не только насладиться красотой природы, видом на Волгу и поучаствовать в праздники, но и окунуться в историю города вместе с экскурсоводом. Свято-Троицкий собор, старинные улочки с купеческими домами, колоритная набережная и ключи с чистейшей и вкусной водой. Но главное даже не достопримечательности, а атмосфера города. Здесь прямо потрясающая атмосфера, именно энергетика. Сюда приезжаешь отдыхать. Праздник удался. Будем ждать новых фестивалей. Оксана Очкасова, Юрий Марков, Республика. 27 мая православные отпразднуют Троицу. Сейчас городские власти готовятся к предшествующей празднику Родительской Субботе. 26 и 27 мая с 7 утра и до 7 вечера в Чебоксарах будет ограничено движение по улице Богдана Хмельницкого, от перекрестка с улицей Фучика и по Алатарскому шоссе до железнодорожного переезда у трассы М-7. На маршрутах общественного транспорта, которые следуют до городских кладбищ, задействуют дополнительные автобусы. На территории 18 кладбищ завершается работа по уборке вывоза мусора старой травы, листвы и веток, санитарной уборке аварийных ветровальных деревьев, подметанию и уборке пешеходных дорожек и тропинок. Для обеспечения безопасности специальные службы будут работать в усиленном режиме. Это все новости вторника. Далее вас ждет полезная информация. До свидания. Более 100 тысяч проданных авто, 3 миллиона сервисных услуг и 40 лет успешной работы. Чебоксары Лада – первый официальный автосалон в Чувашии и первый дилер Лада в нашей республике. Копейки, семерки, Нивы, Калины и Гранты. За 40 лет модельный ряд стремительно менялся. Если говорить о цифрах, то только за 4 месяца этого года в Чувашии, как и по всей России, продано 25% больше автомобилей, чем в прошлом году. Лада Гранта – самая популярная модель. До такой степени мы шагнули вперед. Все это заметили. Действительно, сейчас машинами гордимся. Мы эти машины продаем, и мы действительно гордимся. Кстати, в Чувашии планируется и новый дилерский центр Чебоксары Лада. На празднование юбилея заложили первый камень будущего здания. «Считаем церемонию закладки первого камня в здание нового автосалона Чебоксары Лада состоявшейся!» В Татарстане, Самаре, Калининград по всей России работают около 300 предприятий компании. И автосалон Чебоксары Лада в числе лучших. Клиенты – это то, ради чего компания существует. Особенно ценны постоянные гости салона. Сергей Кузнецов – один из них. В 18 лет он ездит исключительно на автокомпании. Десятка приора, вес там. За это время Сергей сменил пять машин. Не менялась только марка. «Машина очень нравится. Я получаю удовольствие. Цена, качество и комплектация меня вполне устраивает. Ну и планирую в ближайшее время. Думаю, что поменяю на Весту Кросс, на свеженькую модельку». Почувствовать себя владельцем новенькой Лады Весты СВ можно было прямо на мероприятии. Любой желающий мог сесть за руль авто. И тут не обошлось без сюрпризов. «Здравствуйте. Вас приветствует автоматическая система помощи в пути. Я – роскошный автомобиль с прекрасным расходом. Прямо сейчас я готов исполнить для вас семенаду. Если вы согласны, один раз по секунду». «Улучшился». Шутки шутками, автомобиль и правда усовершенствованный большой дорожный просвет, улучшенная мультимедийная система, универсальный багажник. Эта машина просто создана для активного образа жизни. Приобрести эту красавицу можно уже сейчас. В скором времени будет презентация «Лады Весты Кросс». Следите за анонсами. «Чебоксары Лада» нам по пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова